Институт экологии и природопользования Инстаграм-аккаунт Казанского федерального университета На все ваши вопросы, уважаемые абитуриенты, с удовольствием ответят Заместитель директора по научной деятельности Мария Владимировна Кожевникова Заместитель директора по международной деятельности Тимур Ринатович Ауходеев И магистрант первого курса Альбина Турабекова Для начала предлагаю такое небольшое вводное слово об Институте экологии и природопользования Чтобы кратко вообще рассказали, каких специалистов там готовят Добрый день, ребята! Мы очень рады, что вы нас смотрите и слушаете Институт экологии и природопользования Один из самых молодых институтов Казанского федерального университета И из-за этого, наверное, самый динамичный Вы все знаете, что тема экологии Это одна из топовых тем во всех новостях, во всех публикациях И на самом деле это так, потому что это то, что волнует каждого человека Где он живет, что он ест, каким воздухом дышит И как это все сказывается на его самочувствии И параллельно этому, всем этим вопросам посвящены наши образовательные программы То есть у нас есть четыре направления подготовки бакалавриата Это метеорология и гидрометеорология, да, климатология Все, что связано с погодой, с прогнозами погоды, с прогнозами климата Вы заодно узнаете, чем погода от климата отличается На самом деле это разные вещи Самая крупная образовательная программа Это экология и природопользование Созвучное название нашего института Также у нас есть еще направление подготовки почвоведения И направление подготовки землеустройства и кадастры Я намеренно никак не комментирую суть этих направлений Потому что если я сейчас начну это говорить Я увлекусь и буду говорить очень долго Думаю, что лучше, если вы спросите, что вас волнует Потому что, конечно же, все материалы, все наполнение этих программ Вы можете посмотреть на нашем сайте Там все подробно у нас рассказано и выложено В чем особенность нашего института И мы, наверное, будем говорить весь инсталайф про это Он маленький, он мобильный, он компактный Из-за этого очень дружный И вот Альбина, она не даст соврать Может, это сама расскажет Что у нас ребята все между собой сильно переплетены И в близком контакте с преподавателями Потому что нас мало и преподавателей, и студентов И мы очень друг другу дорожим Еще одной особенностью нашего института является то, что мы полевой институт Мы обязательно выводим наших студентов на полевые практики Чтобы они в природе увидели, потрогали, почувствовали, понюхали Все то, о чем мы им рассказываем на лекциях И это не только экология и продопользование Это буквально все и метеорологи, и почвоведы И те, кто занимается землеустроительством и кадастровыми учетами Мы, так сказать, свято блюдем вот этот вот заповедь Который нам достался еще от Императорского университета От всех его кафедр И я тоже думаю, что это такой прям бонус интересный нашего института Ну, пожалуй, я, наверное, уже так много говорю Что-то, может, кто-то спросит или мы передадим слово Да, давайте перейдем к вопросам У нас есть ряд вопросов, которые мы подготовили заранее Есть те вопросы, которые ребята задают в чате И я предлагаю, собственно, начать с того вопроса, который спрашиваю в чате Где работают выпускники Института экологии и природопользования? Ну, это такой часто задаваемый, естественно, вопрос, который всех волнует На самом деле есть три больших группы учреждений, где работают наши выпускники Даже четыре Первая такая, самая очевидная, это различные органы госвласти Это Министерство экологии и природопользования Казанского, Республика Татарстан Также наши выпускники работают в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации Это такой министерский уровень Далее различные комитеты, которые и республиканские, и российские Это, например, Комитет по биоресурсам Республики Татарстан Росприроднадзор Так называемый, да, комитет по природному надзору Ну и так далее То есть вот учреждения, это первая группа Вторая группа, это предприятия, да, то есть те заводы и крупные компании В штате которых обязан быть эколог И наши ребята работают там Вот в этой же группе можно немножко отдельно выделить предприятия нефтяной и газовой отрасли Потому что эти предприятия, которые эксплуатируют природные ресурсы Естественно, обязаны иметь в своем штате тоже эколога Который наблюдает за тем, чтобы добыча велась максимально экологично И действительно довольно много ребят работают в этой области И постоянно есть запросы из этой области Это что касается экологии природопользования И третья группа, это собственное дело Довольно много ребят, которые имеют свои небольшие фирмы Которые также оказывают услуги различного рода экологические Это, например, проектирование различных экологических вопросов в крупных проектах Или оценка воздействия, разработка документации экологической, предпроектной То есть вот три крупных группы Что касается ребят, которые закончили направление подготовки почвоведения То неправильно думать, что они работают агрономами Во-первых, они работают в научных отделах крупных холдингов Типа, например, Агросила, Дамы или Красный Восток Также они работают, поскольку очень хорошая подготовка Именно как лаборантов, которые умеют делать различные химические анализы Они работают и также в лабораториях государственных органов В том же Росприроднадзоре, Роспотребнадзоре И в лабораториях при научных центрах также крупных компаний Например, тоже нефтегазовых Ну и вот про выпускников, которые закончили направление подготовки Метеорология и климатологии Вот Тимур Ринатович, наверное, лучше скажет Да, позвольте, про направление гидрометеорологии буквально пару слов Я поделюсь такой влюбленностью в это направление Действительно, это направление с таким максимальным спросом на специалистов Дело в том, что наших специалистов всегда не хватает Действительно, к нам буквально пачками приходят в институт письма с запросами Пришлите нам кого-нибудь, посоветуйте нам кого-нибудь Это, конечно же, управление Росгидромета Да, если посмотреть, даже по телевизору вы можете часто увидеть Как приглашают синоптика из крупного метеоцентра Или из гидрометрии Центра Российской Федерации Так вот, в половине случаев это наш выпускник Кроме того, может быть, мало кто знает Но без синоптика самолеты не летают То есть в каждом аэропорту, в общем-то, есть обязательно синоптики Кроме того, это подразделения Росгидромета в регионах Это УГМС Если мы говорим в Казани, то нашим крупным работодателем Является управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ну и это еще не все Вот все те организации, которые перечислила Мария Владимировна Они, в принципе, тоже являются работодателем и для наших специалистов Дело в том, что наш институт имеет, по сути дела, такую единую базу И если человек, предположим, хочет заниматься экологией атмосферы Обучаясь на направлении гидрометеорологии А, кстати, выпускающей кафедры так и именуются кафедры Метеорологии, климатологии и экологии атмосферы То он имеет доступ ко всем тем лабораториям, преподавателям Ко всей той тематике, к той материальной базе, которая помогла бы ему реализовать эти проекты По поводу почвоведов тоже пару слов Если позволите, еще одним важным местом работы является научно-исследовательские институты Которые буквально охотятся за нашими выпускниками И это все следствие того, что наши специалисты умеют на выходе Они умеют работать не только с привычными для них приборами Выполнением анализов и так далее Они умеют работать с большими данными Они умеют работать с программными продуктами современными И таким очень, может быть, невидимым пластом является то, что у нас очень много Очень существенная цифровизация учебного процесса Во всех учебных программах у нас есть Насыщенные они различными программными продуктами Это языки программирования, это различные ГИСы ГИСы — это геоинформационные системы И, например, языки программирования также у нас используются Один из самых популярных — это, например, Питон для статистической обработки — это язык R и так далее В общем-то, я думаю, что каждый найдет себе любимую отрасль Любимый язык, который он захочет использовать И сможет раскрыть свой потенциал Еще очень много у нас в самом институте работает наших выпускников Я, например, являюсь тоже выпускницей Тогда это был экологический факультет Те корни, откуда у нас идет Сейчас институт экологии и продопользования И довольно много наших преподавателей закончили Тимур Ренатович тоже закончил Да, и очень важно, что образовательная траектория ваша Не заканчивается бакалавриатом Обучившись на бакалавриате, вы сможете поступить на следующую ступень Магистратура Окончив магистратуру, вы сможете продолжить свою траекторию В аспирантуре Так что, в принципе, я думаю, что когда вы поступите к нам Вы влюбитесь в наш институт И, в общем-то, нас ожидает долгое сотрудничество Да, и все ступени вот эти, они у нас представлены То есть у нас есть бакалавриат по направлениям По соответствующим направлениям магистратура Дальше по всем соответствующим направлениям есть аспирантура И свои диссертационные советы То есть, как бы полный цикл мы, так сказать, осуществляем Подготовки специалиста и такого производственника И научного работника Позвольте перейти к дальнейшим вопросам Планирую поступить в ваш институт На какое направление самый большой конкурс А на какой самый маленький? Это, наверное, вопрос ко мне Но в то же время понятие конкурса, оно устаревшее Дело в том, что в настоящее время, конечно, с 20 июня Когда начинается приемная кампания И уже появляется возможность подавать заявления у наших абитуриентов То к нам подают заявление студенты Но подают они его не только к нам Поэтому количество заявлений часто отпугивает даже некоторых абитуриентов И, пользуясь случаем, я хотел бы вам сказать Что если вы видите, что вы даже сотые в рейтинге А местная экология 55 То это не значит, что вы не проходите, не поступаете Отслеживать следует по поданным заявлениям о согласии Которые также некоторые не торопятся подавать Но сотрудники приемной комиссии всегда в курсе дел Они всегда со всеми связываются и так далее И мы призываем вас с нами начинать дружить То есть у нас на сайте есть телефоны Там есть и мой телефон И также появятся телефоны сотрудников приемной комиссии Когда будет активная фаза приемной кампании Позвонив нам, вы всегда сможете узнать реальное положение дел Мы всегда в контакте с абитуриентами И мы знаем, кто планирует у нас учиться Кто, может быть, подал заявление, но по каким-то причинам не планирует у нас учиться Но вас своим присутствием в списке отпугивает Так что пока об этом рано Думаю, наверное, просто нужно сказать про средние баллы Или минимальные проходные Про минимальные баллы Минимальные баллы и история архива этих баллов Это информация открытая В то же время, ну так, например, экология предупользования В прошлом году это было 197 баллов На почвоведнее это 212 баллов На гидрометеорологию 200 И землеустройство и кадастра 188 И здесь очень важно, что эти баллы Наиболее вероятно они поменяются И поменяются в том числе по следующей причине Что вот самое популярное, самое емкое направление Экологии предупользования В этом году будет набираться С использованием других вступительных испытаний То есть у нас вместо географии будет Приемное испытание биология Таким образом, и кроме того, у нас появится выборность экзамена Таким образом, на экологию Для поступления на экологию Нужно будет сдать биологию Математику или химию Здесь опционально И русский язык Поэтому сравнение может быть не совсем корректное С прошлым годом, потому что там была география Но тем не менее, вот это распор Такое было распределение И математика это профильный экзамен? Да, у нас на всех направлениях профильная математика Вот заговорили про сумму трех ЕГЭ А вот что делать выпускникам техникумов? Для них какие вступительные испытания проводятся? Для выпускников техникумов То есть средних профессиональных образовательных учреждений Для них также с 20 числа активная фаза подачи заявлений Однако им нужно ориентироваться на заключающую дату Не 21 июля, как для всех, а на 10 июля То есть они должны с 20 июня до 10 июля подать заявление Так как с 12 числа начнутся внутренние вступительные испытания Которые им предстоит сдавать Но это такие же испытания математика Да, и они в списке будут общим и конкурс общий само собой То есть также математика или химия, биология и русский язык Да Но мы сказали только про экологию Да, у нас еще другие есть направления На других направлениях перечень вступительных испытаний следующий На почвоведение перечень такой же, как на экологию предупользования Это биология, математика или химия и русский язык Если это гидрометеорология, то это математика или информатика Русский язык и география Именно в таком порядке А Земли, строительство и кадастры Это математика, физика или информатика и русский язык Так что нужно запомнить, что вам надо сдавать биологию, химию, математику, информатику и физику Если у вас есть набор вот этих вот данных, таких ЕГЭ, то вы можете выбрать одно или несколько направлений внутри института уже экологии и природопользования. Давайте немножко поговорим об международном сотрудничестве. Есть ли у вас программы обмена с иностранными вузами? Ну это, наверное, я попробую ответить, потому что я являюсь заместителем директора института по научной деятельности и курирую вот это направление тоже обмена. Наш институт, не будем здесь лукавить, он не является исключительным. Программы обмена, они для всего университета, их огромное множество. И я всегда на первой встрече говорю студентам, что если у вас есть хорошее знание языка, если у вас есть желание, вы стопроцентно за период учебы сможете съездить на стажировку либо в европейскую страну, либо вот у нас сейчас много с азиатскими, с Китаем в том числе. Недавно только пришел снова запрос о стажировке, направлении на стажировку. Но, что интересно, вот для нашего института у нас очень хорошие международные связи, поскольку мы маленькие, и нам, чтобы делать хорошие исследования природы, нужно вступать в коллаборации. И таким образом у нас получается, что наш институт, он связан со многими-многими, в основном европейскими университетами или отдельными даже иногда группами исследовательскими. И вот это позволяет нам без труда пристраивать наших, ну в хорошем смысле, да, пристраивать в кавычках наших студентов на практике, на стажировке и так далее. Вот интересный яркий пример, даже для нас был неожиданный, что был, например, запрос на наших студентов из Японии. У нас вот очень хорошие связи с университетом Конозавы. И наши студенты уже третий год ездят, ну вот в этом году не ездили, потому что был ковид. А так вот они два до этого года ездили туда, в Конозаву, и, ну то есть, вот, например, я не была в Японии ни разу, а мои студенты уже были, да. И еще вот я немножко скажу здесь, это не совсем международные стажировки, но у нас есть так называемая производственная практика, когда студенты могут выбрать себе, ну, какое-то учреждение, где они будут проходить производственную практику. И часто у нас студент и университет оплачивает проезд до этого места, то есть, это не за свой счет человек едет. И очень часто наши студенты выбирают местным практикам какие-то отдаленные заповедники, куда ехать очень дорого, далеко, например, в Иркутской области или на Байкале, или на Алтае, или еще где-то. То есть, вот я, например, им по-хорошему завидую, потому что я тоже бы очень хотела туда съездить. Это безумно интересно, это там путешествие, это приключение настоящее. Но я не могу себе финансово это позволить, ну, или там не всегда могу, вот. А они могут уже во время учебы посмотреть такие места, куда, в общем-то, может быть в обычной жизни. И они приезжают в заповедник, и они профессионально там делают работу, да, то есть, решают те задачи, которые ставит им их руководитель практики от этого учреждения. Это вот такой прям замечательный бонус, я тоже считаю, нашего института. Давайте поговорим еще о том, где проходит основное обучение у студентов. То есть, в принципе, про практику затронули, а вот теоретические знания. У нас немножко не очень удобно, ну, может быть и удобно, распределенный кампус. У нас есть свое отдельное здание, находится на Товарищеской, 5, и там располагаются в основном лекционные аудитории и те кафедры, которые ведут полевые работы, то есть у тех, у кого нет лабораторного оборудования. Также у нас две кафедры располагаются в главном кампусе на Университетской, 18, это кафедра почвоведения, на Кремлевской, 18, это кафедра почвоведения и кафедра прикладной экологии. И таким образом, конечно, вот занятия у студентов распределены между этими двумя локациями в основном. Это кампус главного здания на Кремлевской, 18, и на Товарищеской, 5. Чем старше курс, тем больше времени студенты проводят на Товарищеской или на своих кафедрах, потому что там больше появляется специализированных предметов. А те первые курсы, они, как и все студенты университета, мигрируют между различными зданиями, когда они учат физику, это будет на физфаке. Если они учат историю, это где-то там на локации института, как он называется, межкультурных коммуникаций. И вот у нас еще есть тоже интересный бонус один, сейчас Тимур Радыч расскажет. У нас есть своя метеорологическая обсерватория. Да, действительно, мы можем похвастаться тем, что у нас древнейшая метеорологическая обсерватория. Более 200 лет мы ведем наблюдения, и поэтому мы, по сути дела, это такая же мчужина, может быть, нашего института и университета. Еще Лобачевский начинал вглавлять это в начале. Рыть колодец там для измерения температуры. Поэтому, в принципе, изменение климата, которое сейчас всех беспокоит, ведь редкая политическая площадка обсуждения, форум, редко проходит без обсуждения экологических вопросов, вопросов изменения климата. И все эти изменения мы можем отслеживать, в общем-то, и наши студенты могут учиться совсем рядом, вот во дворе нашего главного здания. У нас есть еще такой вот вопрос. Чем занимаются почвоведы, и чем почвоведы отличаются от экологов? Ну, почвоведы, они изучают почву, да, как, как это сказать, следуют из названия. В самой, вот, в самых направлениях научных экологий у нас есть несколько таких жил крупных. Это первое, это все, что касается растительного, животного мира, строения экосистем, охраны, то есть это заповедное дело, это вот, ну, как это, ландшафтное проектирование, это одно. Второе направление крупное, это то, что занимает те, кто занимается изучением миграции загрязняющих веществ в различных средах, да. То есть здесь как сохранить, здесь как починить, как бы. Еще одно крупное направление в рамках экологии, это математическое моделирование экологических процессов. Это безумно интересное направление. И это сильная подготовка математическая у этих студентов, и они при помощи различных моделей, ну, как уже тоже очевидно из названия направления, моделируют процессы. То есть это вот такая аналитическая работа больше, чем полевая. В почвоведении у них объект исследования – это почвы. И вот эти все вопросы, они тоже исследуют, ну, то есть они уже все жилы собрали там, внутри себя. Это и состояние почвы, да, механическое, например, плотное она или рыхлое. Почему она такая стала, что на плотной растет, что на рыхлой, да. И загрязнение почвы, и биом почвенный – это сейчас самая топовая тема, между прочим, в научных исследованиях оказывается. Там огромное количество, мы даже не знаем еще все виды мельчайших микроорганизмов, которые живут там. И их геном, этих организмов, это источник новых знаний, да, источник и для фармацевтов, и для генных инженеров, и так далее, и так далее. То есть почвоведение – это не только агрономия, это целый мир, это целая сфера, как называют ее вот вернадские педосфера. Немножко звучит, конечно, неблагозвучно, да, в связи с нашим извращенным пониманием, но реально это вот почвенная оболочка. А потом ведь почва – это та же нефть, даже больше, потому что не случайно сейчас на всех экономических форумах говорят, еда – это нефть будущего. Сейчас будет самая большая проблема – накормить. А накормить без знания почвы невозможно. Поэтому мы всегда говорим, почвовед – это профессия будущего. Как это немножко звучит, может быть, и смешно, но это реально так, это не смешно, это действительно так. Вот поговорили о научной деятельности института. Я предлагаю перейти все-таки к такому вопросу, как творческая деятельность, который тоже немаловажный. И тут, наверное, вопрос больше будет к Альбине. Ну, что касается студвесны, дня первокурсника и всего прочего, прочего, прочего. Ну, в нашем институте активно развита студенческая деятельность. Но в целом, как и во всем КФУ, студенческие весны, я не забуду никогда свой день первокурсника. То есть это каждый студент первокурса по желанию участвует. Ну, как обычно, все желают и все участвуют. То есть у нас проходит множество мероприятий и научной деятельности, также и общественной деятельности, спортивной. То есть все, что вам интересно, здесь вам предоставят. То есть у нас есть разные кружки и так далее. То есть и в институте, и в КФУ каждый найдет именно то, что ему нравится. Даже туристические, насколько я знаю, есть. И отряды трудовые. И вот, то есть нас, также мы выезжаем на различные школы актива. Это и в, то есть в Татарстане. И также мы выезжаем, допустим, я была в Нижнем Новгороде. Вот. А еще у нас есть ведь отличие от других. Есть, мы входим в ассоциацию зеленых вузов. И вот это отдельное тоже жил. У нас есть свой студенческий отряд «Экоповар». «Экоповар», как он называется. И вот я хочу сказать, что как-то так повелось, что у нас студенты очень самостоятельные. То есть вот мы как администрация вообще, вот Альбин, не доставать. Мы вообще не касаемся их вот там дел. Они только приходят к нам, деньги спрашивают на реквизит. «Экоповар», то есть мы взаимодействуем с Министерством экологии. Мы проводили и мероприятия, то есть это для школьников, для студентов и для всех желающих. А все начинается с посвящения, да? Да, с посвящения у нас очень интересные тематические происходят посвящения. То есть мы выезжаем в лес, на биостанцию, и там, то есть, разная тематика. Там от «Гарри Поттера», потом «Игро престолов» и так далее. То есть не как, ну, допустим, у институтов внутри вуза, а у нас мы выезжаем именно на биостанцию, это на поезде, и все так атмосферно. И потом студенты на всю жизнь, наверное, запоминают вот именно вот этот момент. На самом деле, если все фотки можно посмотреть ВКонтакте, у нас есть группа ВКонтакте. И в Инстаграме. И в Инстаграме там очень много фотографий, и вот на эти тематики, посвящений, всякие. Потом у нас очень интересные, вы вот не говорите, этот «Оскар», который вы устраиваете, да? Да, или там, что, в общем, мисс и миссис всякие. У нас в год проходит тематический вот такой вечер, это «Оскар». У нас студенты приходят, такие нарядные, в платьях, смокингах, и мы награждаем. То есть это в такой более традиционной атмосфере. Мы приглашаем и дирекцию, и всех желающих преподавателей. «Мисс и мисс» — это больше такой тоже творческий конкурс, там студенты показывают все свои какие-то творческие данные. Также интеллектуальный там есть конкурс, то есть чтобы наши студенты... Мы называем то, что ничего нет в других институтах, то есть кроме общеуниверситетов. Но, проще говоря, институт экологии — это институт традиций. Да, еще у нас нет. Я вот хочу сказать, у нас еще есть «Ночь в университете». «Ночь в университете», да, то есть это мы с днем мы начинаем, это получается каждое... Днем в 6 часов. Да, в 6 где-то, и до самого вечера, там до 10 вечера мы занимаем весь институт. Это каждая аудитория, это какая-то там площадка, то есть какие-то игры проходят, вот, то есть тематически под гитару поют, потом в мафию там играют и так далее. Очень интересно. Каждая аудитория это погружает в определенную тематику. Это вот то, что они сами придумают. А все, что как бы университетское идет, там, день первокурсника, студенческая весна, еще какие-то конкурсы творческие, все, конечно, у нас. В нашем институте очень много мероприятий. Мы даже когда идем там сметы заполнять, и всегда говорят, что вот институт экологии такой маленький институт, но столько мероприятий, как в больших институтах. Но я считаю, что студенчество именно должно запомниться. Конечно же, в первую очередь, это учеба, но и не нужно забывать об общественной деятельности, потому что этого больше не повторится. Этого студенчества дается там буквально бакалавриат 4 года и потом ареструктура, если поступаете. А потом же уже этого не вернуть, я думаю, что нужно с института, с университета взять по максимуму, что можно взять. И поэтому это и общественная деятельность, и учебная, и научная, и все-все-все. Я, допустим, везде себе попробовала, ну не везде, но в большинстве направлений. Я не жалею вообще ни капли об этом. Ну вот еще хочу сказать, что тоже важно, мне кажется, здесь сказать. Вот у них так устроено, что когда старшенькие подрастают, они прям за руку берут младшеньких и говорят, вот ты через два года будешь каким-то лидером. Ну у них разное есть, там по спорту, по общественной жизни, там по экологии. Учись, ходи. Вот мне так это удивительно было, что сами ребята вот это вот поняли, что они должны быстро, пока они тут учатся, это очень коротко, 4 года, да. Считай, 4-й год вообще диплом уже там не до этого всего. Вот, они должны подготовить себе смену, из-за этого у нас очень хорошие лидеры, правда. То есть, что вот все время они себе сразу с младшеньких курсов, со второго, наверное. То есть, преемственность у нас, то есть, нет такого, что, допустим, человек... Я начальник, никого не пущу. За одну должность там встает и все, и потом до конца там не уходит. То есть, нет, мы стараемся воспитывать именно с первого курса именно будущих лидеров и в институте, и университете в целом. А может, в дальнейшем и в городе где-нибудь. Ну это, конечно же, лидерские данные, они должны присутствовать. А давайте еще спрошу такой вопрос. Будут ли проходить дни открытых дверей в офлайне в ближайшее время? Или, может быть, все уйдет в онлайн-формат? Этот вопрос ко мне. Действительно, у нас на сайте есть информация и на сайте института. На сайте университета эта информация продублирована про дни открытых дверей. По текущей ситуации у нас ближайший день открытых дверей 3 апреля. Нет, 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 мы не правы, Тимур Марадж. Мы думаем, я тут в конструкции правильно. Но мы думаем, что не надо, в общем-то, лишать удовольствия наших абитуриентов поприсутствовать на нашем дне открытых дверей. Кроме того, мы думаем, что не стоит ограничиваться лишь офлайн-вариантом, который у нас тоже будет. Да, но мы продублируем обязательно и в онлайн-формат. То есть мы приглашаем наших абитуриентов. И кроме того, тех, для кого Казань, например, не родной город, но они хотят поприсутствовать, мы им дадим такую возможность. Они могут подключиться, также поучаствовать, задать нам вопросы и так далее. Поэтому мы всех приглашаем к этому и приглашаем на наш сайт. Я все-таки добавлю, вы не правы. Потому что у нас с 1 по 8 февраля будет проходить неделя науки в Казанском федеральном университете. И в рамках этой недели у нас запланирован ряд мероприятий, в том числе и День открытых дверей. Он будет 2 февраля. Пожалуйста, посмотрите. Информация будет, наверное, на сайте размещена и размещена на сайте университета. И кроме этого, мы запланировали 2 открытых лекции. Вы можете прийти, совершенно свободный вход. Тоже там расскажут как раз про почвоведение, как науку будущего, и про климат. У Тимора Ринатовича будет лекция. И будет посещение наших лабораторий. То есть вот отслеживайте эту информацию. Это все будет очно. Как это правильно сказать? Офлайн. Я путаюсь в этих. То есть мы будем в аудиториях. Если вы захотите, вы можете туда прийти. Если не захотите, можно будет, наверное, подключиться. Так что мы всех ждем. Большое спасибо за столь подробные ответы на наши вопросы. Я напоминаю, что у нас был Инсталайф с Институтом экологии и природопользования Казанского федерального университета. Смотрите остальные Инсталайфы. Будет впереди еще много всего интересного. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»